Здравствуйте! В эфире «Вечер вместе». Я его ведущая Татьяна Кобзарева. Воронежская матрёшка отмечает свой юбилей – 55 лет. О её истории поговорим с её мамой Еленой Матвеевой, её ученицей Еленой Фирсовой, народными мастерами Воронежской области. Здравствуйте! Спасибо, что вы к нам пришли. Я вас поздравляю с днём рождения этой замечательной девушки. Тут её вариантов масса, даже мужчины у нас присутствуют. Елена Геннадьевна, как всё началось? С чего? Я знаю, что с лёгкой руки Пономарёва Петра Денисовича. Ну да, в его мастерской именно у меня и появилась такая девочка-матрёшка. Потому что просто я уже многократно рассказывала, как попала бракованная заготовка ко мне в руки. Заготовка просто на яичко расписное она должна была быть. То есть вы не задумывали матрёшку? Нет, не задумывала. И форма этого яичка, которая просто стояла вот острым концом вверх на столе, оно было бракованное, был сучок на нём. Как раз на том месте, где сейчас находится личико у матрёшки. Вот. И он был беленький, с коричневым кантиком. И вот практически как волосики сверху были выпущены из-под платочка. Образ у вас сразу родился. Да. И когда я смотрела на это яичко, на это личико с волосиками, личико без личика ещё, ну, нарисовала личико, раз оно есть. А потом уже, раз личико есть, что же, надо одевать человечка. Вот. Одела платочек, рубашечку, понёвочку, фартук. И родилась матрёшка таким образом. Вы её нарядили сразу в воронежский традиционный костюм? Да, да. Сразу началось. Именно не просто воронежский, а именно костюм родины Пономарёва, потому что в его коллекции очень много было костюмов Бутурлиновского района. И они висели по стенкам у нас в мастерской, где у нас проходили занятия. Он специально развешивал, чтобы мы пропитывались народным духом и народными орнаментами. Ну и, естественно, матрёшка получила понёву, завеску, рубашку с расшитыми поляками и покромку. Ну, платок. Просто традиционно как-то одели платок. О головном уборе тогда ещё особо не было разговора. Да и головной убор довольно сложный в Бутурлиновском районе. Там обвязка такая. Ещё не было того опыта, чтобы суметь положить именно этот элемент костюма на эту матрёшку. Но потом со временем всё это пришло, и уже как-то свободно стала обращаться с костюмом. И в результате того, что собирала много-много лет материалы по костюму, в результате этого матрёшки стали одеваться все в народные воронежские костюмы. Разных уездов. Разных уездов, разных сёл. Мы с вами об этом ещё поговорим. Елена Мастерина, как вы пришли к воронежской матрёшке? Вот как вы в неё влюбились и как вы нашли Елену Геннадьевну? С Еленой Геннадьевной мы познакомились на одной из выставок. То есть я её знала, видела раз в год, приходя на эту выставку. Я занималась совсем другим видом творчества. И когда увидела её работу и сказала, что это что-то просто такое сумасшедшее, небесное, и я не смогу это делать, Елена Геннадьевна своим спокойным голосом научу. Я говорю, нельзя меня научить, ну не бывает. Бывает. И только благодаря её терпению, её характеру, её любви к своим ученикам, она кропотливо день за днём учила меня писать. И результат того, чего я достигла, это только Елена Геннадьевна, её труд и её характер, её терпение и отношение к ученикам. А какая вообще воронежская матрёшка? Мы видим разные формы. Есть какие-то каноны росписи? Ведь матрёшка... Есть. Вот, к сожалению, сейчас многие пытаются писать, так сказать, матрёшку без подготовки. То есть сами. Придумали что-то, захотели? Нет, без консультации. А в результате возникает совсем не воронежская матрёшка. И форма не та, и роспись не та. Потому что для того, чтобы писать воронежскую матрёшку, надо очень хорошо знать костюм. Потому что костюм именно определяет её принадлежность к воронежскому краю. И необычная вот эта яйцеобразная форма, которая присуща матрёшке. Конечно, есть варианты, там вот в свадьбе жених, как его вроде хотелось немножечко изменить форму, чтобы всё-таки женская форма, матрёшка именно, именно матрёшка, женщина, матрёна, отличалась от мужской формы. Вот, естественно, он обрёл более такую приближенную, более традиционную форму. А вообще мужской образ, он традиционен для матрёшки? Или это уже такая авторская задумка-придумка? Да нет. В общем-то, если рассматривать матрёшек других регионов, где это традиционно Семёновскую матрёшку Загорскую, матрёшку Московскую, то есть Полхов-Майданскую, обычно это женский образ. Но когда художник хочет немножечко развернуть какое-то действие во время открывания матрёшки, это могут быть и мужские образы. Мы видим эти мужские образы и в старой матрёшке, в очень древней матрёшке, когда она только появилась в России. Там, например, войско Наполеона и войско Кутузова. Все же мужские персонажи. Есть такая легенда, что она вообще связана с японской куклой, матрёшкой. Или это вот такая выдумка русских мастеров всё-таки? Вы знаете, очень долго я этот вопрос исследовала, очень много материалов перебрала. В общем-то, матрёшку по легенде якобы привезли из Японии куклу Фукуруму. Но Фукуруму, кстати сказать, не открывается, там несколько другая кукла. Дело в том, что первую матрёшку вообще-то вытащил токарь в Японии, в русской, в миссии, православная миссия там была. И был русский токарь там у них, вероятно, для каких-то вот работ. Вот оттуда эта матрёшка могла попасть в форму сюда. Ну, легенд много. Но первую матрёшку в самой России изготовили в мастерской токарь-звёздочкин вытащил по прообразу, как говорят, японской фукуруму куклы. Ну, в общем-то, якобы привезли эту матрёшку в Россию на выставку. И там её увидели. И в мастерской Мамонтова детское воспитание была такая мастерская в Москве. Токарь-звёздочкин вытащил матрёшку, которая точно так же открывалась, и в ней помещались другие фигурки, как и фукуруму, которого увидели на выставке в Питере. Ну и, значит, художник Малютин расписал эту матрёшку. Так начался путь российской матрёшки русской. Ну, может быть, матрёшка она стала... Есть и легенда о том, что тоже версия, что Матрёна, Матрёна, Матрона, мать семейства, что это значит, вот отсюда это название. Да кто знает. А может быть, под окном этой мастерской бегала девочка Матрёна, которую в детстве звали Матрёшка. Ну, теперь легенд может быть мастер. Матрёшка. Легенд много. Но, тем не менее, вот свою жизнь, и с начала Матрёшка получила в мастерской именно вот Анатолия Ивановича Мамонтова, брата Савы Мамонтова, который покровительствовал народным ремёслом и помогал мастерам народным и деньгами, и оборудованием. Такой меценат был. Лена Геннадьевна, Алена Мясеновна, я знаю, что у вас Матрёшка — это семейное такое предприятие, скажем так. Вам помогают ваши супруги. Как они помогают? Почему вот Матрёшка, вот она Матрёна, вы говорите, она вот так и семью как-то сплачивает, на мой взгляд? Ну, муж точил мне заготовки. У нас было тогда в своё время, это начало 90-х, предприятие маленькое, творческий центр «Воронежский сувенир». Работало несколько девочек, которых я обучила, женщин. Вот. И Матрёшка пользовалась спросом в художественном салоне. У нас была полка своя с удовольствием. Там её продавали и раскупали. Очень большой популярностью пользовалась у туристов. И огромное количество иностранцев тогда приезжало в Россию. Тоже увозили Матрёшку буквально вот из рук. Ваша Матрёшка живёт по всему миру? Живёт по всему миру. Я уже смеюсь. Только у пингвинов нет. Может, теперь и у пингвинов, правда, есть. Но вообще-то действительно, муж одно время отмечал на карте страны, где есть Матрёшка. Так вот, везде. Даже в Японии. В принципе, а ваша Матрёшка тоже живёт везде? Ну, конечно, моя Матрёшка гораздо меньше пути прошла по своей жизни, нежели у Елены Геннадьевны. Но, тем не менее, действительно, и во Франции, я знаю, берут, купили Матрёшку, туда поехала. И в Америке. Ну, так получается, в Болгарии. Есть. Приходят люди на выставки, на фестивали, интересуются, спрашивают, берут на память. Ваш муж тоже вам помогает. Да, спасибо моему мужу в том, что любые мои какие-то начинания, любые мои какие-то там идеи он всегда поддерживает полностью. И уже вот сколько лет, больше, наверное, 20 лет я чем-то занимаюсь таким творческим. И он присоединился, он теперь делает украшения из бисера. Да, он теперь уже тоже как мастер потихонечку начинает свой творческий путь и улучшить детей. С лёгкой руки матрёшки воронежской всё-таки. Давайте поговорим о разновидностях, потому что вот даже в сериях, наверное, матрёшечных самые разные. Вот здесь у нас свадьба представлена, здесь и девушки такие, необычные тоже формы, как они правильно называются. Куклы. Куклы. Откуда? Вот есть ли серии какие-то? Просто матрёшка, вот даже пускай в воронежском традиционном костюме, или вот она посвящена чему-то? Нет, очень много тематических комплектов. Это сказки, как правило, потому что персонаж... Это же и для детей интересно. Это своего рода воспитательный момент. И можно рассказать сказку, не просто раскрывает ребёнок матрёшку, а рассказать сказку. Жили-были дед и баба, была у них курочка ряба. Открываем, значит, деда, а там баба. Открываем, а там курочка ряба. И снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Открываем, там яичко расписное, вот, и с золотом. И потом, значит, естественно, яичко простое, вот. Или жил-был, значит, кот и петух в домике. Яйцо-домик. С окошками, с дверью, с расписными яблонями. И они иллюстрируют. Ребёнок не просто играет, у него перед глазами представление разворачивается. Вот, и свадьба, конечно, вот свадьба, опять же таки, она даёт нам возможность показать свадебные обряды разных районов нашего края. Вот, можно я сейчас покажу? Это вот невеста, да, насколько я понимаю, как это расписано, как это возможно? Мне кажется, что это, вот, вы что-то перевели просто, вот, наложили что-то и перевели. Как это можно расписать? Ручками, ручками и глазками. Поэтому глазок уже не осталось, и ручки уже не работают. Вам какие-то приборы, оптика помогает, чтобы так мелко, так в деталях расписать? Нет, только очки. Это уже с возрастом очки, а потом уже всё. И уже близко не вижу, уже писать, конечно, я не могу. Это вот теперь, как говорится, моя задача была передать именно вот свой какой-то опыт, наработки, именно передать вот своим ученикам, чтобы матрёшка продолжала жить. И очень обидно, когда люди берутся писать матрёшку, которые не знают костюма, и одевают матрёшку так, что получается, в общем-то, совершенно разнобойный костюм, непонятно из какого это села, из какого района, какие традиции, чему это соответствует. Если это невеста, то почему она в Панёве оказалась такая невеста, которая, так сказать, девушка, костюм девичий, вроде бы головной убор, коса, и вдруг у неё Панёва. Как такую маленькую расписать матрёшку? И здесь тоже учитываются все правильные нюансы костюма. Вы не запускаете, что ну вот она маленькая, и никто не заметит? Нет, нет. Можно сократить что-то, но основное должно быть всё на месте. Потому что, как говорится, обманывать нельзя. Пономарёв говорил так, лжа будет. Лена Васильевна, а у вас какие серии есть, вот самые любимые? Вы что-то повторяете? Это уже традиционно сказки, этнографии? Или вы привносите что-то своё? Ну, конечно, я что-то привношу своё. Это не специально. У каждого, я как поняла, мастера своё лицо, своё видение, своя рука, как она ложится. И я благодаря Елене Геннадьевне и вот этому новому крутому повороту в моей жизни, я теперь работаю в Доме культуры в Новой Осмоне. Естественно, общаюсь с детьми, учу детей. Значит, я поколение более возрастное, значит, у нас не было интернетов, но это были книги и сказки, сказки народов мира. Я очень это люблю, и поэтому я стараюсь, конечно, писать очень много сказок. И рассказывать детям. И вы сами пишете? Я придумываю. Понимаете, пишите матрёшку и начинайте с ней, как Елена Геннадьевна говорила, начинаешь с ней разговаривать, начинаешь с ней петь, и уже начинаешь придумывать какую-то историю. И общаясь с детьми, и с пожилыми ко мне ходят, и пожилые люди на занятия. Мы что-то своё придумываем, во что-то одеваем. Вот эти вот колокольчики родились. Эти девочки колокольчики просто у меня попросили на одной из выставок сделать колокольчик воронежской матрёшке. Я долго искала мастера, нашла по интернету. Ну и вот стала её одевать тоже в одежде в Воронежской губернии, изучать. Ну вот форма такая родилась. А сказки – да. И я хочу серию какую-то записать передач именно у бабушки Лены сказки и для детей. И матрёшке будет главное действующее лицо воронежской матрёшке. Но если вот с этими матрёшками сейчас познакомились, давайте вот с этими познакомимся, кто это, откуда. Вот тоже эти мужички, это свадебные тоже какие-то? Это свадебные, это в этом году год семьи. И я пыталась формой вот именно яйца, традиционная форма, но только немного покрупнее, побольше, и написать историю жених, невеста, дедушка, мама, бабушка. Вот. Или вот у меня грибная семья. То же самое гриб. Дети пошли, мама с детьми пошла в лес. Тоже определённая сказка. Но тем не менее они все одеты в одежды в Воронежской губернии. Или вон поющая семья. То есть в этом году, это все работы этого года, они у меня связаны с историей, с семьёй и сказкой. В этом году Воронежской матрёшке 55 лет. Как вы, народные мастера, будете отмечать это событие в течение года? Может быть, мы увидим какую-то новую серию? Я уж не знаю. Мне кажется, 55 лет – это только начало пути для этого чуда. Ну, если взять от первой матрёшки до современности, конечно, развитие большое. И я думаю, что и дальше это будет продолжаться. Мне бы очень хотелось. Ведь человек тогда счастлив, когда он понимает, что он жизнь прожил не напрасно. И будет продолжение его жизни хотя бы в чём-то. Не только в детях, но и в его каком-то деле. И вот это счастье даёт. А так, в общем-то, я думаю, что всё будет. Ещё какая-то серия, Елена Месседовна, да, появится? Обязательно. Юбилейная. Обязательно. Ученики есть у каждого своё представление о жизни, о каких-то событиях. Ученики есть у всех воронежских матрёшек юбилейной, может быть? Да никто ничего пока не планировал. Ну, может быть, все воронежские матрёшки соберутся в одном месте и отметят. Спасибо вам большое и с юбилеем вас. Спасибо, что вы пришли к нам вот с такой красотой. Спасибо вам, что пригласила. Это был «Вечер вместе». Это и другие эфиры вы можете увидеть на нашем интернет-канале. Напомню, его адрес – tvdfizgubernia.ru. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok